Сегодня мы поговорим про теорию старения. Я ее впервые сформулировал в 2002 году, и случай, который произошел, для меня не очень приятный. Хочу прямо сказать, я не очень так поступаю обычно, но ситуация вынудила. Пришла статья такая обзорная по теориям старения, которые существуют. И там нет теории сосудистой тромбоцитарно-эндотелиальной. А я, как главный редактор журнала «Клиническая геронтология», написал свое ФИ по этому поводу и сказал, что нехорошо писать статью, вообще не упоминая теорию старения, которая была изложена главным редактором журнала. Мне кажется, что это справедливо такое, недоумение, скажем так. На что авторы мне написали, а в интернете ничего нет. Нет такой теории. Ну, здесь сразу два вопроса. Первый вопрос, что вообще у нас что теперь, все только через интернет? То есть, если в интернете нет, то этого не существует? Второй вопрос, я, конечно, не поленился, залез, посмотрел, все-таки в интернете есть. Но действительно, статья 2002 года, она в интернете отсутствует, ссылки на нее нет. И получается, что как бы теория есть, а ссылки нет. Поэтому никто ни на что теперь не ссылается. И это, на самом деле, огромная проблема. И поэтому, мне кажется, придется сейчас воспроизводить некоторые вещи, которые для нас, более, так сказать, возрастных товарищей, являются основополагающими. Но их действительно нет в интернете. И поэтому на них никто ссылаться теперь не будет. В библиотеку, конечно, никто не ходит ногами, это уже давно понятно. В библиотеке частично что-то выкладывают в цифровом виде. Но, по-видимому, этого недостаточно. Вот. Поэтому я решил все-таки воспроизвести эту теорию. Я написал повторную статью. Сейчас она готовится к печати. Про ковид, безусловно, во второй части будет про ковид. Ну, собственно говоря, это перетекающие друг в друга сообщения. Значит, с авторами важными является уважаемый Дмитрий Дмитриевич Плетнев, который, я считаю, одним из основоположников отечественной терапии в 20 веке. И Полит Васильевич Давыдовский, думаю, что все уже забыли такого патолога, выдающегося. И Зенос Сламонович Баркаган, мой учитель, который на этой фотографии с моим отцом, с Андреем Ивановичем Рабьевым, сидят вместе. Потому что я на них буду ссылаться. Ну, любимая тема, поскольку это геронтологический сегодня вопрос, это что с нашим населением в нашей стране. У нас очень сложные картинки, как вы видите, количество умерших в какой-то момент резко выросло сейчас, снижается, количество родившихся снижается, естественно, убель населения сейчас пошла резко вверх. Правда, небольшое было снижение этого процесса за счет того, что мы присоединили территории с населением, и народное население изменилось. Я, правда, у меня своя, так сказать, позиция по этому поводу. Я считаю, что у нас далеко не 140 или 150 миллионов. Но, тем не менее, официальная статистика такая, сейчас мы про это сегодня говорить не будем, хотя как-нибудь, наверное, я это попробую рассказать. Это вот пирамида нашего населения, я много раз ее воспроизвожу в разные годы. Она, естественно, меняется, потому что жилое население поднимается наверх, а новорожденные начинают составлять очередную, так сказать, опору для этого пирамида. Ну, что важно для нас, для нашей страны, это то, что во время, в течение всего 20 века у нас очень много людей погибло. Это были войны, начиная с гражданской Первой мировой, естественно, Вторая мировая. И это были репрессии. И поэтому вот эта верхушечка наверху в районе 95 и выше, она прям совсем тонкая-тонкая, почти там никого нет. Хотя, в принципе, конечно, сейчас количество 90-летних людей резко выросло по сравнению с тем, что было еще лет там 15 назад, скажем. Дальше идет вырезка, вы ее хорошо видите, это вырезка детей, тех, кто погиб во время войны репрессии в 20 веке, потом массовое поколение 50-х, 60-х годов, потом опять вырезка, это внуки войны репрессии, потом опять большое количество 40-30-летних, это дети послевоенного поколения, затем опять вырезка, опять небольшой прирост. И сейчас вот мы имеем такое заужение количества людей, это про правнуки тех, кто погиб в 20 веке. Любая теория проходит три этапа. Первое, говорят, это бред, это было действительно в начале, до 2001 года, потом что-то в этом есть, когда я ее стал рассказывать публично. Ну а сейчас на самом деле действительно это стало довольно общеизвестно, по этому поводу много говорится, поэтому вот все три этапа мы уже, можно сказать, прошли. Процессы старения человека можно рассматривать с точки зрения клеточной и с точки зрения организменной. Если мы будем говорить только про молекулярные какие-то механизмы, генетические там и так далее, то без их реализации на клеточном или функциональном организмном уровне это не представляет никакого интереса. С точки зрения клеток, старение организма – это старение и гибель клеток. А старение и гибель клеток – это совокупность происходящих в клетках процессов. Мы знаем, что имеется два механизма гибели клеток. Это апоптос, внутриклеточный запрограммированный смерти клетки, и некроз, внеклеточное воздействие на клетку, приводящие к ее гибели. Апоптос – это всегда гибель одной клетки, и там, в общем, не возникает воспаления как процесса, тогда как некроз – это всегда гибель группы клеток, и вокруг всегда возникает очаг воспаления. Мы знаем, что для жизнедеятельности клетки нуждаются в питательных веществах, а также в регуляторных влияниях извне. Это так называемое микроокружение, в первую очередь, высокопроницаемые межклеточные контакты, воздействие внешних цитокинов, гормонов и так далее. Все это позволяет клетке жить, развиваться и делиться в нужном направлении, созревать в нужном направлении. Клетка умрет, если лишить ее кислорода, подействовать на нее отдельными цитокинами, ну и на самом деле изменить ПАШ-электролитную среду. Если посолить клетку, извините, я не знаю, как это сделать в организме, но теоретически, то клетка, в общем, умрет, так же, как если ее полить водой. Ну, с водой гораздо проще, потому что введение воды, например, в пробирку, приводит к гемолизу, и мы это видим все. Говоря о некрозе, мы должны понимать, что это всегда сосудистая катастрофа. И для нас привычны эти термины – некроз миокарда, это инфаркт, некроз нижней конечности, это критическая ишемия, гангрена, мозг, ишемический инсульт, тромбоэмболия, это инфаркт, пневмония. Но существуют и микрососудистые некрозы, микрососудистые катастрофы, которые сопровождаются полной аэропатии, например, поражение сетчатки, глаза и многое другое. И это как раз переводит нас ко второй теме, к вопросам, связанным с ковидом и постковидом. Гипертонический раствор при лечении гнойных ран, ну, он не вызывает, на самом деле, никаких повреждений, потому что он вытягивает на себя мгновенно воду, и там, в общем-то, происходит снижение концентрации. Поэтому лечение гипертоническим раствором – это довольно бессмысленная вещь. К секрету я вам скажу. Вот. Ну, и когда мы говорим о том, что вот это, так сказать, катастрофа, касающаяся конкретных бассейнов, да, то мы помним, что существует целая группа препаратов. Они немножко разные, но, тем не менее, фибринолитики, нитраты, гепарины, прямые оральные антикоагулянты, антиагреганты. При патологии нижней конечности гепариноиды используются тоже, гепарины, простагландины. Мозг мы лечим фибринолитиками и различными гепаринами. И везде, везде, везде мы видим с вами, что есть гепарины, прямые оральные антикоагулянты, антиагреганты и средства, воздействующие на эндотелии. Это средства профилактики всех тех некрозов, тех сосудистых катастроф, о которых мы только что с вами говорили. И, строго говоря, инфаркт, инсульт, артериальная непроходимость ног – это одна и та же патология. Мы ее часто именуем атротромбозом, венозным тромбоэмболизмом, но в основе всей этой патологии лежит патология эндотелия. Так или иначе, все это связано с эндотелиями. В микрососудах мы чаще говорим о артериолярном сегменте микрососудов, на самом деле, может быть, потому, что мы его лучше видим, его можно микроскопически посмотреть. Это сосудистые поражения глаз, почек, печени, кишечника, поджелудочной железы и так далее. Поражение вазоневрорум. А что потом происходит после сосудистой катастрофы? Ну и здесь я хотел бы процитировать, что уложить всю патологию в клетку не удается, сделать больным только орган, а не человека, нельзя. Организм представляет собой не только арифметическую сумму органов, но последние так тесно связаны между собой и должны так сотрудственно работать, что нарушение функции одного из них тотчас отражается на функциях других, отражается на всем организме. В понятие болезни входит как возникающие в зависимости от внешних производящих причин изменения регуляторных приспособлений, так и происходящие от этого анатомические и динамические изменения в организме. Ну, звучит довольно интересно. Единственное, что это было высказано Дмитрием Дмитриевичем Плетнём аж в 1918 году. Согласитесь, что такие высказывания, ну, прямо скажем, весьма и весьма современны. Поэтому мы, конечно, должны рассматривать организм как целостную систему клеток, тканей, органов, которые сложно взаимодействовать между собой и с окружающей средой. И в конечном счёте от совокупности функциональных резервов всех органов и систем зависит биологический возраст конкретного человека. Это очень важная позиция. И получается, что старение – это накопление совокупной полиорганной функциональной недостаточности. И здесь мы как раз встаём на те позиции, о которых говорил Дмитрий Плетнём. Ну, с точки зрения морфологии, погибшие группы клетки постепенно замещаются в соединительной ткани, поэтому сначала происходит некроз, потом развивается на этом месте воспаление и фиброз. Ну, так вот это выглядит в виде довольно сложной схемы. Я её не всегда люблю показывать, потому что она сложная. Но идея, в общем-то, такая, что нарушение гемодинамики воспаления повреждает эндотелий. На эндотелии начинает развиваться пристеночный тромбоз, ДВС-синдром, микроциркуляция и так далее, и так далее. И в конечном счёте это всё сопровождается активацией макрофагов и стимуляцией пролиферации фибробластов, то есть развитие, собственно говоря, склероза на месте некроза. Ну и главное, зелёными стрелочками тут показаны обратные, так сказать, пути, как местное воспаление снова заводит этот процесс. Он может идти довольно долго по такому патологическому кругу. Поэтому разрыв этого круга на каком-либо этапе является важным с точки зрения лечения, профилактики дальнейшего развития. Ещё раз повторюсь, это всё абсолютно полностью относится к ковиду, постковидному синдрому, о чём мы будем говорить. Но там я это повторять уже не буду. При каких же заболеваниях у нас происходит повреждение и активация эндотелия? Ну вы знаете, что эндотелий выполняет функцию антитромботическую, он препятствует свёртыванию крови, это его главная задача. Но при этом, если его активировать, то он становится, наоборот, фактором развития тромбозов. И здесь очень много всяких вещей. Ну и инфекционная патология. Любой иммунный ответ, ДВС-синдром, нарушение органов мишени, почек, сердца, печени и так далее. Иммунокомплексные воскулиты, большие коллагенозы, аллергические реакции, аутоиммунные заболевания, паранеопластические синдромы, параинфекционные синдромы. Всё это тоже приводит к повреждению эндотелия. Коронарная болезнь сердца, артериальная гипертензия и сердечная недостаточность способствуют развитию гипоксии, баротравмы эндотелия, вызывают дисбаланс ренино-ангиотензиновой системы в сосудистой стенке. Ох, если у меня будете задать вопросы по ходу, я буду, конечно, на них отвечать. Но я хочу сразу сказать, что гиперхолестериномия не имеет сюда никакого отношения. Во второй части я об этом подробнее буду рассказывать. Метаболические нарушения – сахарный диабет, гипертиреоз, гипергомоцистериномия. И, наконец, нарушение реологии текучести крови, ламинарности потока. Вы знаете, что кровь течёт параллельными потоками, не смешиваясь между собой. Это очень сложное движение. И когда появляется какой-то, например, очаг, атеросклеротический и так далее, бляшка, ламинарный поток ломается, начинается активация свёртывающей системы. Поэтому при фибрилляции предсердия, при застой, при гипотиномии, при клапанных поражениях на сердце и вен происходит активация эндотелия и свёртывающей системы. Ну и вот в качестве такой модели я использую атеросклероз – любимая тема. Всем понятно, что атеросклероз, здесь вы видите бляшка внутри стенки сосуда. Это атеросклероз и старение идут рука об руку. Ну вот такая картинка может быть на атеросклеротической бляшке. Причём надо сказать, что тромбоз начинается не на бляшке. Обратите внимание, верх бляшки, да, она вон абсолютно чистой. А вот здесь вот в глубине. Почему? Потому что здесь кровоток мощный, он сносит образующиеся тромбы. А здесь начинается завихрение. Здесь как будто омут на воде, водоворот вызывает омут. Здесь происходит застой крови и здесь образуется тромба. Это очень важная тема. Ипполит Васильевич Давыдовский в 1966 году написал, что плазморагические, февринолитические, фибропластические процессы составляют генетическую триаду при атеросклерозе, являются его инициаторами и основными двигателями. Особенно важно подчеркнуть динамическое единство этих систем и факторов проницаемости. Конкретным выражением такого единства является постоянно идущий микротромбоз пристеночный, внутристеночный с последующим его фибринолизом, разрушением, и фиброплазией, то есть перерождением в соединительную ткань. Да, я вам только что эти картинки показал, и, собственно говоря, это подтверждает гениальные предположения наблюдений Ипполит Васильевича. Поэтому атеросклероз сосудов – это вариабельная комбинация изменений внутренней оболочки артерий, которые включают в себя в первую очередь воспаление, накопление клеток гематогенного происхождения, или это называется октопическое кровотворение, и разрастание фиброзной ткани с последующей ее классификацией. Ну вот здесь эта работа довольно известного профессора из кардиоцентра Габасова и его группы. Поскольку я повторюсь, я эту лекцию читаю уже не первый раз, то я использую в том числе и старые наработки. И они посмотрели, что же растет в атеросклеротической бляшке, если взять ее и, грубо говоря, посеять на чашке Петри, ну, я очень это, очень грубо говорю, и посмотреть, какие там культуры вырастают. И вот что они увидели. Гемпоэтические колонии, то есть это макрофаги, пенистые клетки. Пенистые клетки – это клетки, обожравшиеся, извините за выражение, холестерином, которые и переносят холестерин из кровотоков в сосудистую стенку, и поэтому мы видим там холестерин и говорим, о, там откладывается холестерин. Да ничего там не откладывается. Там макрофаги активированные, и они забирают на себя холестерин. Дальше там есть базофилы, эльзинофилы и тучные клетки. Это все клетки кровотворные, но при этом там есть и стромальные клетки, которые создают микроокружение для кровотворных колоний, без которых кровотворные колонии не могут жить ни в чашке Петри, ни в сосудистой стенке. Эти стромальные клетки представлены остеобластами, костный матрикс, там есть и остеокласты тоже, которые разрушают кость, но это просто костная ткань, микро-миофибробласты, которые образуют коллаген, и адипоциты. Таким образом, колония, которую мы называем атеросклеротической бляшкой, это кусок кости, который на месте воспаления начинает расти в сосудистой стенке. Клетки эстромальные циркулируют в крови. Они являются клетками предшественной костно-мозгового происхождения и принимают самое активное участие в патогенезе атеросклероза человека. Ну, я напомню, что стволовые клетки для трансплантации можно добыть из кровотока с помощью сантрифуги. Такие методики используются, потому что часть лимфоцитов, которые мы называем лимфоцитами, это на самом деле стволовые клетки и ранние клетки предшественники кровотворения. Ну, а изменение в сосудистой стенке осуществляется использование универсального механизма репарации тканей. То есть, это мобилизация универсальных клеток предшественниц костно-мозгового происхождения, их миграция в область повреждения, локальная дифференцировка. Ну, а склерозирование, куда оно движется? Фиброз, оссификация, хондрогенез, формирование адипозной, то есть жировой ткани, это определяется, в первую очередь, микроокружением, в которое клетки попадают и создают вокруг себя сами. То есть, это такая довольно сложная конструкция, которая может быть связана с какими-то вероятностными процессами, а может быть, в зависимости от того, насколько выражено воспаление, насколько оно самоподдерживается, оно идет в том или ином направлении. Но я бы хотел обратить ваше внимание на этот слайд, потому что он универсален. Мы здесь с вами сейчас обсуждаем атеросклероз, но то же самое нефросклероз, то же самое происходит в миокарде, кардиосклероз, то же самое происходит в мозгах, где на месте повреждения появляются очаги фиброза. Это все единый механизм, он один общий для всех тканей. Вот, и поэтому воспаление сегодня, оно становится таким важным, про него сегодня так много говорится, и все уже произносят слова «системное воспаление», но вот это важнейший элемент этой теории, что асептическое аутоиммунное воспаление или инфекционно-зависимое, неважно какое, важно, что оно есть, и оно является основой развития соединительно-тканного перерождения. Ну, здесь это повторение от Зиной Сламоныча Баркагана, потому что многое из того, что я рассказываю, было взято из его работы, из его лекций, вот, и здесь очень много, еще раз повторюсь, да, это застой, сладший феномен, или заиливание крови, тканевая гипоксия, появление факторов некроза опухоли, все это приводит к трансформации эндотелиев в тромбогенное состояние. Ну, я позволю себе не зачитывать, потому что я уже более-менее про это сказал, единственное, я хотел бы обратить ваше внимание вот на эти антиэндотелиальные и антифосфолипидные антитела. Вот сейчас, когда мы говорим про ковид и постковидный синдром, мы все время имеем их в виду, мы не знаем, что это такое, честно скажу, потому что это что-то пока как группа мы рассматриваем, но именно здесь надо копаться и рассматривать это все очень подробно. Значит, повреждение эндотелия приводит к адгезе лейкоцитов, к выделению факторов активации тромбоцитов, дальше тромбоциты начинают адгезировать поврежденному эндотелию, там тромбоксан, фактор Велебранда, и главное, что начинает продуцироваться эндотелиальный фактор роста. Ну, а дальше фактор роста тромбоциты и эндотелий, которые продуцируют, их несколько, они стимулируют, собственно говоря, фибропластические процессы, про которые я уже говорил. Здесь участие тромбоцитов очень важно. И вот эта связка тромбоцита эндотелий, вы знаете, что тромбоциты жертвуют своей жизнью для того, чтобы эндотелий кормить. Эндотелий не усваивает вещества из кровотока, он абсолютно непроницаем для веществ из кровотока. И для того, чтобы он что-то усваивал и чтобы он жил, тромбоцит должен приклеиться к эндотелия и, так сказать, влиться в него своим содержимым. Только в этом случае эндотелий может существовать. Поэтому если тромбоцитов нет, то эндотелий становится дырявым и он не держит кровь в русле. Таким образом, старение – это процесс замещения функциональных тканей органов через воспаление на соединительную ткань и развитие фиброза. Ну, мы, собственно говоря, все это прекрасно знаем. Я не думаю, что я что-то такого нового принципиально рассказываю. Единственное, что я это все ставлю некие акценты на этом, акцентную, так, чтобы это было вам более-менее понятно. Ну и концепция выглядит в этой ситуации. Это старение, это снижение функций органов и ткани связано с фибропластическим перерождением и структурными их изменениями, что в значительной мере обусловлено дисбалансом эндотелиально-гемостатического взаимодействия и действием ростовых факторов. Ну, а дальше понятно, что если соединительная ткань замещает нормальную ткань, то функционально мы теряем те или иные процессы, мы получаем почечную недостаточность, сердечную недостаточность, легочную недостаточность, мозговую и так далее. Ну, было бы странно, если бы я об этом рассказывал просто так, для того, чтобы повеселить вас и показать, как я прекрасно разбираюсь во всех этих клеточных процессах. Не очень прекрасно, честно скажу, я это все хорошо знаю, но не настолько, чтобы быть специалистом. Вот. А рассказываю я вам это за тем, чтобы просто подчеркнуть, что у нас существует огромное количество препаратов, которые мы довольно широко используем, но никогда не называемых геропротекторами, хотя они впрямую этим страдают. Значит, у нас полно разных гепаринов. Это нефракционерный гепарин, любимый нами всеми, и огромное количество низкомолекулярных, и я счастлив, что в России производятся все низкомолекулярные гепарины, которые на сегодняшний день есть в мире. Это группа гепариноидов, гликоза, аминогликан. Это близкие к гепаринам вещи, хотя они не обладают такой строгой молекулярной массой, как гепарин, но оказалось, что они высокоэффективны тоже. Мы очень долго ждали прямых ингибиторов 10-го активирного и 2-го активирного факторов свертывания крови. Они появились. Первый появился арикстр, это также как гепарин, инъекционный препарат. Ну, а дальше появились пуаки, или прямые оральные антикоагулянты, которые, на мой взгляд, изменили вообще весь пейзаж антикоагулянтной терапии и геронтопротекторной терапии. Я их должен назвать. Это Xarelta, Продакса и Ликвис. Это три препарата. Есть еще, но у нас в стране только три. Непрямые антикоагулянты в орфарин, которые, мне кажется, отживают свое, уходят, хотя в свое время мы с Нойой Сламонычем много сделали, чтобы привезти его на российский рынок. Его не было здесь до, по-моему, конца 90-х годов он не был представлен. Он дешевый, никому не было интересного, не было интересного суда завозить. Антиагреганты, аспирин, под большим вопросом сегодня, эти иеноперидины, не знаю, насколько они выживут в этой конкурентной борьбе с флаками. Простагландин, Е1, ингибиторы АПФ, сортаны, препараты, воздействующие на сосудистую стенку, улучшающие ее функции. И есть огромный пул препаратов, которые так грубо называются ангиопротекторами, средства, влияющие на микроциркуляцию, венозный лимфатический отток. Это малоизученные препараты, я сразу хочу сказать, что они, конечно, не входят там в группу А, потому что их по доказанности, потому что их эффекты не столь очевидны, как гепарин. Ну, гепарин, что там изучать-то, его сподвивил, получил удлинение, время свертания. Вот тебе весь эффект. А здесь нет, здесь нет такого эффекта четкого, пусть он и такой лабораторный, но тем не менее. Поэтому с ними надо еще долго-долго разбираться. Но не упоминать о них, это совершенно неправильно. Вот. И в данном случае мы обсуждаем ангионорм. Это препарат, который производит ATC-Farm. Это экстракт из лекарственного растительного сырья, плоды боярышника, шиповника, семена конского каштана и корни солодки. Значит, эффекты есть, изученные точно в фармакологических исследованиях, биологических, на биологических моделях. Это антиагрегационный, ангиопротекторный, противовоспалительный, эффект улучшения микроциркуляции, повышения интолерантности эндотелия вен гипоксии. Я прямо специально обращаю на это внимание, потому что мы сейчас прямо вот будем развивать эту тематику. И восстановление нарушенной проницаемости капилляров. Значит, этот препарат создавался не просто так, не случайно, а он создавался в Алтайском крае по прямому поручению под научным руководством Зеной Соломановича Баркагана. Мы в то время изучали препараты из косточек красного винограда, эндотелон и детролекс. Ну и, собственно говоря, возникла мысль, а почему, собственно, только косточки винограда с южных берегов Франции нам должны доставляться. Неужели у нас нет похожих веществ в других растениях? И действительно такие растения были найдены и собраны вот в виде этого препарата ангионор. При этом я хочу подтвердить вам совершенно прямо вот на голубом глазу, что эти препараты имеют не вызывающий сомнений клинический эффект. Например, детролекс мы использовали у Зеной Соломановича Баркагана в рандомизированных исследованиях у женщин после мастектомии и абсолютно точно доказали, что он вызывает те эффекты, противотечные эффекты, которые там были описаны. То есть это препараты с выраженным эффектом, а не то, что какая-то там неизвестная значит нам гадость. Вот, поэтому имею в виду сейчас вот историю с плацентой, человеческой, я, конечно, в шоке это тоже произошло. Вот, ну и в общем-то мы сейчас как раз их планируем изучение ангионорма у больных с венозно-эндотелиальной дисфункцией с применением дистанционных технологий. И мы всем, кто хочет, предлагаем присоединиться к этому исследованию, потому что нам потребуется очень много людей, много больных, на которых мы будем это все оценивать. Я здесь опускаю все те исследования, которые есть, они существуют. Они, может быть, не такие хорошие, там, не группа А, не рандомизированные. Это все можно обсуждать, но точно можно сказать, что это препарат, который работает. Ангионорм может заменить кардиоспирин для профилактики тромбообразования. Это дело гадкое. Дело в том, что аспирин вообще не очень работающий препарат. И точно ничего не может заменить. Это совершенно разные механизмы действия. Мы говорим здесь не об агрегации тромбоцитов, который аспирином вышибается, безусловно, а мы говорим о воздействии на эндотели сосудов, на мягкие воздействия, на весь тот патогенетический каскад, о котором я только что говорил. Как вы относитесь к применению чего тут альтернативы холестерина? Да не надо ничего, холестерин, забудьте вообще про статин и холестерин. Это выдумка бикформы. Не надо воздействовать на холестерин, надо воздействовать на воспаление и на эндотели. Вот там лежат все интересные эффекты, которые мы с вами увидим. Вот. И сегодня мы вообще можем подумать на тему того, что мы так ли правильно мы рассуждаем. сахарный диабет нам все время вдалблили надо снизить сахар, надо снизить сахар, надо снизить сахар. Но сегодня тоже известно, что не надо снизить сахар, друзья мои. Уже совершенно другие группы препаратов используются. И уровень сахара 7-8 признается индивидуальной нормой. Ничего страшного, говорят нам. Главное, чтобы не прогрессировали сосудистые поражения. Обратите внимание, в лекциях современных фокус поменялся. Все говорят про сосудистые поражения, а не про уровень глюкозы в крови. Кстати говоря, неожиданно обнаружилось, что и про гипертонию у нас тоже есть индивидуальные нормы. Они оказываются заложены в приказах Минздрава. Мы-то про это толдычим уже много лет, что, друзья мои, гипертония это не 120 на 80 и выше, а это индивидуальная норма. И может быть у одного такая, другая другая. И никто не доказал, что это плохо. Нельзя все под одну гребенку сгребать. ХПН. Точно уровень азотемии определяет все или нет? Потому что она очень разная. Бывают высокие креатинины, совершенно нормальное самочувствие, отсутствие, например, высокого уровня гипертонии, аномии и так далее. Тоже это все непрямые корреляции. Болезнь Альцгеймера, буду об этом говорить во второй части, обязательно, это болезнь микрососудов, считается, что это амилоидоз, а амилоидоз от следствия хронического воспаления. Хоббл. Конечно, хоббл там есть доля инфекции, легочная, безусловно, но ведь основной это фиброз легких. Язва желудка и 12-перстной кишки нам сейчас навязали эту гениальную идею о том, что язва вызывается геликобактером. Геликобактер не вызывает язву, он свидетель воспаления, а не его причина. Может быть, он и поддерживает, не знаю. Но это так же, как гнойная рана, что вперед, гной или рана? Все-таки рана, потом она нагнаивается. Так и язва желудка, уж тем более 12-перстной кишки, к которой геликобактер вообще не имеет никакого отношения. Ишемическая болезнь кишечника, запоры, мы ничего про это не знаем, но тем не менее такая болезнь выделяется, это отдельная тема. Ну и ишемический инсульт, который мы всегда говорили, что это тромбоз, 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 оказалось, что это не тромбоз, а тромбоэмболия, и в первую очередь это тромбоэмболия из ушка предсердия, в меньшей степени из атеросклеротических бляшек. Но самое главное, что эти тромбозы связаны с инфекцией и опять же с воспалением. И получается, что ишемический инсульт, который мы видим как результат всего этого процесса, запускается совсем по-другому. И совсем по-другому надо воздействовать на это. И сейчас, слава богу, мы знаем, что при нарушениях ритма, как минимум, все получают антикоагулянты, Пуакер, для профилактики инсульта. Ну, хотя бы до этого мы сегодня дошли и достучались. Я, правда, напоминаю, что 20 лет назад про это никто не говорил. Поэтому я хочу, заканчивая эту лекцию, сказать, что недостаточно высказать новую идею, нужно ее высказать так, чтобы она произвела впечатление, и тому, кто этого достиг, принадлежит по праву и главной честь. Собственно говоря, мои вот эти выступления, они и являются попыткой достучаться до общественности медицинской, не только медицинской, показать, куда движется вся эта наука о старении, куда она должна двигаться. Спасибо. Вопросы так. Плацебо, не знаю, может быть, и будет плацебо. Я не знаю, я не смогу ответить, можно ли принимать только АТС-фарм, это компания. Гормона эстрогена, учитывая корень солодки, фитоэстроген, наверное, можно. Применяем при ХВН не очень давно для оценки эффективно, пока мало данных. Ну да, ну так нужно их набирать. Как оценить состояние сосудов мелких при диабете? Ну, биомикроскопический самый простой, что мне прям вот на ум приходит. Тихий звук у вас. Геликобактер, пиллери и есть причина. О как! Методология, бактериология не оперирует понятием свидетель воспаления. Да мало кто чем не оперирует. Оперируйте, это же чушь, это же ясно, что геликобактер не является причиной. Геликобактер есть у всех практически, сто процентов его носителей, и что? И все же язвы болеют. и все же язвы болеют. Спасибо.